«Гнотисе Аутон» – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Иванов Александр Владимирович, заведующий лабораторией биохимии и вирусных инфекций Института молекулярной биологии имени Ингельгар Таран, ведущий научный сотрудник, кандидат химических наук. Александр Иванов окончил с отличием химический факультет Московского государственного университета в 2003 году. В 2006-м аспирантуру Института молекулярной биологии и защитил кандидатскую диссертацию, которая была посвящена изучению РНК-зависимой, РНК-полимеразы, вируса гепатита С. Проходил научные стажировки в Университете Осло, Каролинском институте в Стокгольме и в Университете Мэриленда. Был награжден премией Московского правительства и медалью Российской академии наук для молодых ученых. Александр Иванов и сотрудники руководимой им лаборатории участвовали в создании одного из первых отечественных тестов на антитела к коронавирусу, вызывающему COVID-19. Он автор более 80 статей в российских и международных научных журналах. Александр Иванов в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Александр Владимирович. Этот выпуск программы мы решили посвятить открытию, за которое присуждена Нобелевская премия по физиологии или медицине 2020 года. Имена новых нобелевских лауреатов Харви Ултер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс, хотя, как водится, участников в истории исследования, отмеченного высочайшей научной наградой, больше, чем нобелевских лауреатов. Мы воздадим всем должное. Исследования, которые привели к Нобелевской премии, они связаны с вирусом гепатита С. Об этом и пойдет сегодня разговор. Пожалуйста, Саша. Я постараюсь немножко рассказать о истории открытия вируса гепатита С и с теми проблемами, которые были связаны в процессе его открытия и исследования. Потому что все это крайне актуально сейчас и при исследовании новой коронавирусной инфекции. Вирусных гепатитов существует 5. Это гепатиты А, Б, С, Д или Дельта и Е. Гепатиты А и Е нам достаточно знакомы. Это вирусы, которые вызывают острое заболевание у всех пациентов, не приводят к хронизации. Считается, что не приводят к хронизации. И практически все пациенты выздоравливают. Желтух так называют. Желтух. Болезнь Боткина. Болезнь грязных рук. Эти вирусы распространяются с грязными руками, немытыми этими, орально-фекальный способ распространения. И единственное осложнение, которое с ними, риск осложнения связан, это так называемый фульминантный гепатит. Это массовый некроз клеток печени. Гепатоцитов, в результате чего может произойти отказ органа. Но это очень редкое явление. Но тем не менее, термин фульминантный гепатит у нас потом будет нужен и для разговора про гепатит С. Для вируса гепатита существует прекрасная вакцина, при помощи которой можно предотвратить возникновение заболевания. Против гепатита Е существует тоже вакцина. Она существует в Китае. Но реально там, где распространен этот вирус, он распространен в Средней Азии и Китае. Наконец, вирусы гепатитов В, С и Дельта распространяются по-другому. Это парентеральный способ распространения, распространения с кровью. Надо сказать, что все вот эти вирусы, они относятся к разным семействам вирусов. Они абсолютно разные с точки зрения биологии. Но тем и сгруппированы здесь исключительно по тому заболеванию, которое они вызывают. Гепатит В мы тоже достаточно хорошо знаем. Переносится с кровью, с манипуляциями, с неудачными или не очень чистыми хирургическими вмешательствами, стоматология и внутривенное введение наркотиков, например. Он в ряде случаев хронизуется по-разному у взрослых и у детей. И у значительного числа пациентов в мире возникает так называемый хронический гепатит, когда вирус не исчезает после острого заболевания, а возникает хроническое воспаление печени с риском развития каких-то заболеваний. Сейчас существуют умеренно эффективные препараты для лечения, но главное, опять же, существует профилактическая вакцина, при помощи которой можно предотвратить заболевания практически у всех пациентов. Наконец, и эта вакцина, она существует в календаре прививок у нас. Её делают ещё в роддоме на третий день. Наконец, стоит сказать, что существуют и комбинированные вакцины от гепатита А и В, то есть можно предотвратить заболевания. Иммунитет от гепатита В достаточно стойкий, многие годы он существует. Можно ревакцинироваться, но можно всегда проверить, со сколько существует. Тем не менее, этот вирус может вызывать и ряд поражений печени, таких как фиброз, при котором происходит замещение нормальной печёночной ткани на соединительную, который может переходить в цирроз, крайнюю степень фиброза, при которой нарушаются печёночные функции. И главное, гепатит В является онкогенным вирусом. Он может вызывать рак печени или гепатоцеллюлярную, гепатоклеточную карциному. Соответственно, это онкогенный вирус. И он обуславливает огромное число случаев, сотни тысяч случаев в мире в год, гибели пациентов от цирроза или рака печени. А рак печени тоже плохо лечится. Но этот вирус достаточно хорошо заметен при остром заболевании. Всё-таки он тоже вызывает определённые симптомы, повышение, нарушение уровня печёночных ферментов, желтуху в ряде случаев. Его можно выявить. Теперь, а что... Наконец, ещё один вирус, вирус гепатит Дельта или гепатита Д. Это даже и не вирус, судя по всему, он напоминает вироиды растений. Это паразит при паразите. Он сам по себе кодирует единственный белок и может поражать только клетки, инфицированные гепатитом В, заражая либо совместно, либо последовательно. И он использует полный аппарат вируса гепатита В для сборки собственных вирионов и так далее. Что главное? Вакцина от гепатита В тоже защищает от гепатита Дельта. Гепатит Дельта, несмотря на то, что он такой неприятный сателлит, он либо увеличивает риск фульминантного гепатита при совместном заражении, в острой стадии гепатита В, либо, если он инфицирует пациента с уже установившимся хроническим гепатитом В, он ускоряет и увеличивает риски развития терминальных стадий заболевания печени, цирроза и рака печени. Наконец, гепатит С. Этот вирус был открыт сильно позже, на многие годы позже. То есть история открытия других вирусов – это 60-70-е годы, но гепатит С, дата открытия – 1989 год. Мы сейчас об этом скажем. Тем не менее, пациентов с хроническим гепатитом С большое количество. В мире долгое время их количество оценивалось как 170-200 миллионов человек. Я прочитала, 400 тысяч смертей. Это последние данные в год. Да, оно есть. И при этом носители хронического гепатита от 100 до 200 миллионов. Старые данные – это 170-200 миллионов. Понятно, что это очень много, это сложно не заметить. И, собственно говоря, до 1989 года было понятно, что есть все гепатиты, кроме гепатита С. И есть ещё что-то, что вызывает хроническую болезнь печени, очень сходную с вирусными гепатитами. Когда исключён гепатит С. И, собственно, более того, этот гепатит, в основном вот этот странный, он был назван гепатит не А, не Б. Как правило, был у пациентов, которым часто переливали кровь. Соответственно, его ещё называли трансфузионным гепатитом. По-моему, один из норвежских хауреатов, да? Абсолютно. Собственно говоря, и этот термин введён Харви Альтером, который и работал с подобными пациентами. Он изучал, почему после трансфузии всё-таки наступает цирроз. Хотя гепатита В там нет. Собственно говоря, он сформулировал, что существует ещё нечто, некий новый вирус, который нельзя пока что понять, что это за вирус, но это вирус, и он вызывает болезнь. И назвал этот гепатит не А, не Б. Соответственно, вот это вот его открытие. К сожалению, вот здесь я не могу сказать больше, потому что это предположение открытия было сделано ещё до моего рождения. Ну, соответственно. Дальше, что это за вирус? Вот это стало понятно немножко позже. Это потом, когда было открыто, стало понятно, что это РНК-содержащий вирус, оболочечный вирус. У него есть положительная цепь РНК. У него эта РНК покрыта нуклеокапсидом, внутренней оболочкой, которая, в свою очередь, покрыта уже внешней оболочкой, образованной в том числе белками оболочки вируса. Он открыт, относится к семейству флавивирусов, мы скажем, и в мире очень много заражённых. Вот здесь я специально оставил кадр из старой статистики, 170-200 миллионов. Очень сильно различается количество инфицированных в мире. И вирус очень различен. Вирус обладает большой вариабельностью. То есть, у него выделяют 7, сейчас, по-моему, даже уже 8 генотипов разных. И в разных странах распространены, доминируют те или иные генотипы. В зависимости от региона и способа распространения. Потому что клиницисты выделяют, что разные у пациентов с тем или иным характером заражения может быть разный генотип. Соответственно, в России это генотипы 1b, в основном, которые есть. В Европе генотипы, и в Америке генотипы, в Америке особенно генотипы 1a, и другие генотипы распространены в других странах. Например, там вот есть страна Египет, в которой там узкая, там четвёртый генотип в основном. Вот так вот удивительно. Наконец, в последние годы ВОЗ поменял свою степень оценки. Сейчас по статистике ВОЗ считается, что количество носителей хронического гепатита С составляет 71 миллион. 70-71 миллион. С чем связаны такие трудности в диагностике, в понимании, сколько вируса существует в популяции? Это связано с тем, что всего лишь у маленького количества пациентов имеются хоть какие-то симптомы. Считается, что там 20 и менее количества пациентов, процентов пациентов. У них вирус в острой стадии хоть как-то проявляется, там минимальная желтуха или что-то. Все остальные симптомы, они не специфичны. Их же косвенно определяются, я по своим знакомым знаю. Да, потом. Да, потом. По каким-то... Часто болеют, ещё что-то там. Мы идём в больницу, мы сдаём анализы на наличие антител гепатитом БЦ и ВИЧ. Пытаемся обследоваться, понять, что с нами не так. Для того, чтобы нас госпитализировали, мы сдаём эти анализы. Но, строго говоря, для того, чтобы понять, а сколько у нас инфицированных людей, нужно брать людей из разных регионов, разные срезы по возрастам, из разных населённых пунктов, разных по количеству, и делать вот такие срезы по диагностике. Понятно, что практически никто это у нас не делает. Соответственно, очень трудно оценить. Говорят, что подобные оценки ещё иногда делаются на не очень корректных когортах, например, по солдатам, те, кто идут в армию, соответственно, там определённая возрастная группа, их всех тоже скринируют. Или по заключённым тюремам, то же самое. Вот такие вот когорты, они тоже существуют. И здесь, собственно говоря, эти когорты особенно важны для того, чтобы можно было выявить пациентов с острым гепатитом С. Практически ни у кого не выявляется. Почему отдельной проблемой при исследовании гепатита С было исследование острого гепатита С у пациентов. Нельзя выявить, очень трудно изучать. Дальше, выздоравливают спонтанно всего лишь процентов 20 пациентов. А у подавляющего большинства людей опять возникает хронический гепатит С, при котором развивается хроническое воспаление, и могут появляться различные печёночные заболевания печени и внепечёночные заболевания. К печёночным, естественно, это относит прежде всего фиброз, появление соединительной ткани, развитие фиброза с разной степенью, F1, F2, F3, F4. F4 реально это уже цирроз. Цирроз может быть компенсированный, декомпенсированный. И опять же возникает гепатоцеллюлярная карцинома или рак печени. Почему вирусы гепатитов В и С вместе, они являются основными индукторами рака печени у пациентов? Почему бороться с вирусами и гепатитами действительно надо? Это цифры, они разные по оценке, от 50 до 80% в зависимости от региона. Всех случаев рака печени. Так как рак печени очень плохо лечится, очевидно, что нужно уметь лечить вирусные гепатиты или их предотвращать. Но нужно сказать, что вот эта хроническая стадия, она может, естественно, быть очень долгой, она может быть многие годы, иногда десятки лет. И раньше проблема заключалась в том, что пациент приходил с симптомами гепатита уже на той стадии, когда у него был развитый фиброз, а то и цирроз печени. В тот момент, когда это крайне-крайне сложно лечить. Кроме печёночных проявлений, существуют и различные вне печёночных. Мы, естественно, не сказали о таких печёночных проявлениях, как, например, стеатоз или жировой гепатит, при котором печень и гепатоциты накапливают большое количество жира. И эта болезнь, во-первых, может возникать как неалкогольная жировая болезнь печени, и гепатит С способствует этому. И, наконец, сам стеатоз. И считается, что стеатоз является одним из предикторов наравне с фиброзом развития цирроза и рака печени. Поэтому это плохие вещи, с которыми тоже нужно бороться. То есть вирус меняет метаболизм органа. Происходят нарушения различного гомеостаза железа, например, и происходят поражения почек, ряда крови, центральной нервной системы. Были работы, говорящие о том, что могут быть у больных хроническим гепатитом С, психологические нарушения, возможно, психиатрические. И вот это всё крайне важно. И, наконец, кроме того, что вирус гепатита С достоверно вызывает рак печени, он ассоциирован с неходшкинской лимфомой. Да, это вообще интересно очень. То есть у пациентов с хроническим гепатитом С достоверно выше риски появления неходшкинской лимфомы. Что ещё стоит здесь сказать? Что до сих пор считается, что вирус может реплицироваться только в клетках печени. Причём не во всех, а только в гепатоцитах. Но при этом были работы, в которых авторы утверждали, что смогли детектировать репликацию и в ряде иммунных клеток, например, B-клеток. Вот вопрос о неходшкинской лимфомы. И это является одним из объектов исследований. Но существует работа и противоположная здесь. Теперь, как это всё было открыто? Дата открытия — это 1989 год, когда группа Майкла Хаттона опубликовала в журнале, если я правильно помню, Science статью, о том, что вирус гепатита С является РНК-содержащим вирусом с геномом. И они смогли охарактеризовать практически полный геном вируса. Отклассифицировать вирус к семейству флавиавирусов, сказать, что в семействе флавиавирусов этот вирус будет представлять отдельный род вирусов, и это будет единственный представитель этого самого семейства. Таким образом, вот в этом его заслуга. Что они делали? Они брали кровь от пациентов и пытались клонировать фрагменты РНК, переводить им в ДНК, и смотреть, какие нечеловеческие гены, элементы нечеловеческих РНК будут кодировать какие-то белки или пептиды, узнающиеся антителами, иммуноглобулинами, ровно от пациентов с этим гепатитом НиАНИБ. И вот такой широкомасштабный скрининг им удался. Они смогли охарактеризовать... Это кропотливейшая работа, такая совершенно невозможная. Да, на фирме это было сделано. Соответственно, вот они смогли охарактеризовать практически полный вот этот самый элемент. Что эта РНК содержит? Она содержит одну открытую рамку считывания, то есть изначально трансляция приводит к тому, что образуется один очень длинный белок, примерно из 3000 аминокислотных остатков, который потом нарезается на 10 вирусных белков. Белки могут быть структурные, то есть они образуют вирион, вот эту самую вирусную частицу. Держать, да, всё это. И неструктурные ферменты, регуляторные белки. Вот начинают по 7. Белок кор, или нуклеокапсидный белок, образует нуклеокапсид вируса, внутреннюю вот эту самую оболочку. И гликопартеины Е1 и Е2, вот они, собственно говоря, образуют внешнюю оболочку вируса. Наконец, из других белков неструктурных важен белок НС5Б, РНК полимераза, представляет собой прекрасную мишень. Это две протеазы. Основная из них НС3 и вторая протеаза, это НС2. Опять же, НС3 представляет собой чудесную мишень для создания противовирусных препаратов прямого действия. О них мы тоже скажем дальше. Дальше остальные белки, это регуляторные белки. Это некий трансмембранный белок НС4Б, на котором он заякоривается на мембране и служит основой для сборки репликационного комплекса. Это кофактор вот этой самой протеазы НС4А, регуляторный белок НС5А с кучей различных функций в клетке для переключения сигнальных каскадов, регуляции, транскрипции, сборки вирионов. И его сравнивают со швейцарским ножом, вот с кучей абсолютно отделений. И, наконец, маленький белочек П7 белок ионных каналов, которые образуют, тоже, в принципе, может быть объектом для создания противовирусных препаратов. И надо сказать, что вот с момента открытия 89-го года до 99-го, о чём мы скажем дальше, вот эти 10 лет были посвящены изучению функций отдельных белков. И в чём состояла проблема вот этого всего изучения вируса? Хорошо, вирус мы установили. Что делают вирусологи в случае обнаружения какого-то вируса? Они берут вирус, выделяют его из крови или берут прямо тот или иной субстанцию, в которой есть вирус, и пытаются заражать разные линии клеток. Так же, как делают сейчас с новым коронавирусом. Они в случае нового коронавируса берут линию почек зелёной бортышки, заражают, имеют прекрасный сток, могут изучать. Пытаться заражать линии кишечника, линии лёгких и так далее. Вот здесь все эти подходы, они не работали. То есть все 90-е годы были потрачены на то, что люди пытались брать кровь пациентов и заражать самые различные линии клеток. И ни одна из этих попыток не удавалась. И единственной моделью, которая была, работала, это модель на шимпанзе. То есть можно было взять кровь пациента и заразить шимпанзе. Этим занималось много групп, например, группа Роберта Персела, группа Чарли Райса, ещё одного Нобелевского лауреата и так далее. И, собственно говоря, что сделал тот же Чарльз Райс здесь? Соответственно, если Харви Альтер установил существование болезни, сказал, есть такая проблема, Майкл Хаттон охарактеризовал практически полный геном вируса и понял, что это Флави вирус, дальше связать вирус с болезнью. Вот это было сделано группой Чарли Райса. Что он сделал? Он смог выяснить структуру триштехнетранслируемой области, то есть достроить полный геном, сделать такой вирус и заразить им шимпанзе. И одновременно отметить, что у этой шимпанзе, заражённой вот этим полным вирусом, развивается искомая болезнь. То есть связал вирус с болезнью. Чётко. Подтвердил, да. Но опять стоит сказать, что здесь были и другие группы, занимающиеся примерно этим. И вполне возможно, что ещё одним возможным кандидатом был бы Боб Персел. Здесь. Опять, все 90-е годы посвящены изучению отдельных белков. Мы можем, используя стандартные технологии клонирования, попытаться получить белок и как-то его охарактеризовать. Физико-химические свойства, взаимодействие их. Но мы не можем и не могли изучать, что происходит непосредственно в инфицированной клетке. И здесь прорывы, следующие три прорыва, это создание клеточных систем для изучения. Эти системы являются репликоны вируса, автономно реплицирующиеся варианты вирусной РНК, псевдовирусная система и полная инфекционная система HCVCC или Cell Culture. Первая система – это репликоны вируса. Их создал первый создатель, это Ральф Бортеншлегер из Германии и его группа. Волкер Лоумен, Томас Питчман и так далее. Смотрите, какая-то премия у него всё-таки есть. У него была ласкеровская премия. Ласкеровская, обычно предтече Нобелевской. Да, вот ласкеровскую премию получили Майк Хаттон, Чарли Райс и Ральф Бортеншлегер. Огромное количество ласкеровских лауреатов становится автоматически чуть ли не на следующий год нобелевскими. Вот здесь упустим. Мне очень обидно, что Ральф Бортеншлегеру не дали. Его группа внесла абсолютный прогресс в развитии этой области. Что они пытались сделать? Так как нормальный вирус не заражает никакую линию клеток, они пытались получить какие-то варианты и искать среди разных других возможных линий печени и пытаться их заразить. Они сказали, что возможно мы можем брать не полный геном вируса, а, например, убрать у него ненужные для сборки вируса гены структурных белков. А, например, еще и вот эту самую протазу, роль которой только создание одного разрыва. И работать, например, только с нетранслируемыми регионами, затем куском NS3, NS5B. То есть ровно с теми генами белков, которые образуют репликационный комплекс. Дальше. Они делали такие искусственные РНК при помощи инвитро-транскрипции и пытались их электропорации, то есть при помощи электрического разряда, доставлять в разные линии. И они нашли, что одна из линий гепатоцеллюлярной карциномы, гепато-карциномы ХУХ-7, так называемая, Хюмагепатома ХУХ-7 из японской коллекции, не американской, не европейской, японской, образует ряд ее клеток, может поддерживать репликацию подобного вируса. Только репликацию автономную, без сборки вирусного региона. При этом проблема, тем не менее, такие клоны клеток, содержащие эту вирусную РНК, понятно, там можно было изучать центральные стадии жизненного цикла вируса и искать противовирусные препараты. Это статья Science 1999 года. Соответственно, в этом же году, если я правильно помню, эту же работу воспроизвел Чарли Райс и потом сделал подобную работу на другом подтипе вируса. Ральф Бартеншлегер работал на генотипе 1B, подтипе B, и Чарли Райс сделал на генотипе 1A. Но, строго говоря, первую систему сделал Ральф Бартеншлегер. И дальше эти два центра, департамент Бартеншлегера и институт Райса, они работали очень сильно в параллель. И многие открытия были сделаны, в том числе и Бартеншлегером. И огромная заслуга Чарли Райса, что он использовал потом весь этот аппарат для изучения практически всех стадий жизненного цикла вируса. Вот за это он тоже могли бы отметить в присуждении Нобелевской речи. Тем не менее, проблема, которая стояла здесь. Тот же Бартеншлегер брал несколько миллионов клеток, огромное количество РНК для электропорации, и получал всего единичные клоны. То есть было очевидно, что даже сама вот эта линия, она не полностью перемиссивна к вирусу. То есть она не поддерживает нормально репликацию вируса. И существуют только отдельные клетки. Возможно, неправильные клетки, которые ее поддерживают. И кроме того, возможно, что и сам вирус должен подстроиться под клеточную линию. И обе эти группы во все дальнейшие годы пытались это подтвердить и подтвердили. Во-первых, обе группы смогли излечить подобные клетки и показать, что вот эти клетки клонов, они действительно обладают повышенной чувствительностью. То есть если изначально это доли процентов и десятка процентов могут поддерживать, то излеченные такие клетки, например, вот Хух 7.5, их пермиссивность составляла уже 40%. То есть это действительно клетки с чем-то поломаны. И группа Райса подтвердила, что это клетки с поломанной системой интерфероновой защиты. Кроме того, они показали, обе группы, что это не просто вирус выделяется потом из этих клеток, а вирус с определенным числом замен. Нуклеотинных замен и аминокислотных замен. То есть в процессе заражения претерпевает изменения. Адаптируясь под клетки, и ровно такой вирус может реплицироваться в клетке. И эти замены, что самое интересное, делают его неинфекционным для шимпанзе. То есть введение этих замен в нельзя заразить шимпанзе. То есть это нечто. Тем не менее, что дало... То есть он подстраивается под конкретный организм. Под конкретную линию клеток. Да. Тем не менее, что можно было здесь из этого сделать? И обе группы, и ряд других групп это действительно смогли и сделать. Они видели, что возникают замены в разных генах. И, например, замена в гене одного белка требует параллельных замен в другом гене другого белка вируса. А это значит, что эти белки взаимодействуют. И, соответственно, начало 2000-х годов, кроме скрининга различных библиотек веществ и поиска ингибиторов, естественно, изучали вот подобным образом. Вторая система. Эта система создана группой Кассе и моей коллегой Бирки Барташ из Лиона. Это псевдовирусная система. Реально та же самая система, которая используется сейчас для исследования нового коронавируса. Псевдовирус, лентивирус, например, ВИЧ, который несет на своей оболочке, поверхности, белок оболочки не ВИЧа, а того или иного вируса. В данном случае гликопротеинов, вируса гепатита С. Если в этот лентивирус вставляется ген репортерного белка, то, что можно легко увидеть, либо светящийся, либо калорометрическое, можно смотреть заражение, эффективность заражения, изучать проникновение. И вот это псевдовирусные частицы были использованы для поиска рецепторов. И было найдено первые два рецептора, которые строго необходимы вирусу. Уже интересно, что если коронавирусу нужен один рецептор, ВИЧ один из двух рецепторов, здесь минимум два уже на этой стадии обязательные должны быть. А потом найдены еще дополнительно. И, наконец, третье ключевое открытие – это создание псевдовирусной полноинфекционной системы, или HCV-CC. И здесь нужно сказать о японском исследователе Такаши Вакита, который в 1999 году нашел очень уникального пациента. Это пациент с фульминантным гепатитом. Если мы помним, острый гепатит С практически никогда не проявляется, нет повышения печеночных ферментов у значительного количества пациентов. У тех, у кого есть повышение ферментов, оно небольшое, то здесь был пациент с фульминантным гепатитом – некроз печени. Мы все знаем, что у нас, например, когда мы сдаем кровь на печеночные ферменты, тот же АЛТ, та же АЛТ, аланино-аминотрансфераза, границ 42. У АСТ, если я правильно помню, 37. Здесь уровни этих ферментов были около 15 тысяч. Тем не менее, этот пациент выжил, его смогли, и группа Такаши Вакита смогла выделить из него вирус. Что при помощи этого сделали? Во-первых, в 2003 год они показали, что такой репликон, такой репликон, то есть короткий вариант, может реплицироваться в линии ХОК-7 без каких-то дополнительных замен. То есть ему не нужно подстраиваться. А во-вторых, в 2005 году они показали, что если вставить полноразмерную вот такую РНХ, то там происходит сбор полноценных вирусных частиц, которые могут заражаться. Узкое место этой системы. Система основана только на одном генотипе, GFH1, или Japanese Fulminant Hepatitis, японский фульминантный гепатит. И, соответственно, все исследования должны относиться только для генотипа 2А, и конкретно вот этого изолятора. Дальше ряд групп, и прежде всего группа Йенса Буха из Дании делала различные химеры, когда заменяли фрагмент генома одного вот этого GFH1 генотипа на аналогичные последовательности генома других генотипов, и они практически до всего вируса смогли такое сделать. И это тоже стало очень уникальным инструментом. И сейчас стандартным является именно использование вот этой самой инфекционной системы. Ровно на ней были верифицированы первые ингибиторы, и потом продолжен вот этот самый широкомасштабный скрининг. Что следует сказать? Что вирус, вот здесь еще раз мы возвращаемся, вирус открыт очень поздно, 1989 год, на 20 лет позже других вирусов. Реальные исследования... А за 10 лет сколько сделали? Реальные клеточную биологию стали исследовать с 99-го года, а и в значительной степени только с 2005-го года. И сейчас мы имеем практически полную исследованность вирусов. То есть очень быстрый прогресс. Очень хороший модельный организм. Как это выглядит? Ну вот, например, фрагменты РНК, система репликона, можно выращивать клетки, вот подобным образом они выглядят. Если покрасить, то будут различные клетки на чашках, вот они будут нести репликон. В свою очередь, инфекционная система. Есть клетки, их можно заражать, можно окрашивать вирусный белок и видеть распространение инфекции во времени. То есть вот, соответственно, можно это все прекрасно видеть. При помощи этих систем был исследован жизненный цикл вируса. Было показано, что да, это оболочечный вирус, ассоциированный с липопротеинами низкой плотности и просто липидами, и он имеет очень сложный механизм проникновения. Во-первых, изначально он взаимодействует на поверхности клетки с липопротеиновым рецептором низкой плотности и с гепаринами, и затем он взаимодействует с двумя следующими рецепторами, найденными при помощи вот этой самой псевдовирусной системы, CD81 и SRB1, вот они, эти два рецептора, которые передают его в область плотных контактов в гепатоцитах. Там работают два других рецептора, окклюдин и окклюдин, рецепторы плотных контактов, которые два гепатоцита держат очень крепко между собой. И таким образом тропизм вируса, то есть способность заражать ту или иную клетку, связана именно с экспрессией вот этих всех четырех рецепторов, CD81, SRB1, окклюдин и окклюдин, что достигается исключительно в гепатоцитах. Дальше этот вирус проникает эндоцитозом, к латринзависимым эндоцитозом, происходит разрушение его оболочки, и в ацетоплазму выходит положительная копия РНРАК. Положительная, потому что она может транслироваться прямо непосредственно. Дальше трансляция происходит на поверхности антоплазматического ретикулума, и там же происходит заякоривание практически всех его ферментов и структурных белков в частности. Там происходит репликация, сборка репликационных комплексов. Затем вирус перестраивает, надо сказать, всю клетку, образуется огромное количество визикул, пузырьков, липидных капелек. Под себя так он здорово обустраивает. Он реплицируется на мембране, он делает огромное количество мембран. Ему нужны липиды липопротеина, он делает огромное количество вот этих липидов в клетке. Дальше. На поверхности так называемых липидных капелек или липидроплитс происходит образование нуклеокапсидов, то есть внутренней оболочки вирионов. Затем при трафике дальше образуется упаковка полная, и выпачковывание. Что еще стоит сказать? Что вирус при этой репликации никаким образом не влияет на судьбу клетки. То есть он не убивает клетку, в отличие от огромного количества вирусов. Он просто в ней живет себе, как хочет. Для исследователей это создает проблемы. Потому что, например, стандартный скрининг нового коронавируса. Берут клетки, заражают, они убивают. Можно окрасить подобным образом и видеть образование дырок в монослое, что убили. Затем дать то или иное вещество и видеть, что количество клеток сохраняется. Вот такой простой тест для данного вируса недоступен. Нужно использовать более трудоемкие и затраты емкие технологии. Все возможно, но для скрининга замедляется. Более изощренный метод. Есть еще один уникальный фактор, который важен для репликации вируса. Это наличие в клетках особой микро-РНК. Микро-РНК-122, печень специфической, которая необходима для успешной трансляции генома вируса. Для того, чтобы вирус мог реплицироваться, недостаточно четырех рецепторов. Нужна еще особая микро-РНК. Вот это абсолютная сложность, которая создается. Теперь, что может являться мишенью для создания противовирусных препаратов? Очевидно, практически любая стадия, но прежде всего репликация вируса. Естественно, это РНК-зависимая РНК-полимераза, НС-5B. Большинство противовирусных препаратов представляют собой нуклеозидные аналоги, или не нуклеозидные, которые блокируют именно репликацию вирусов. Пример, ацикловир, азидотимедин против ВИЧа, ламивудин от гепатита В. Вот это вот они. И во вторую очередь, это протеаза, НС-3. Потому что, опять же, протеазные ингибиторы были разработаны для многих хронических вирусных инфекций. Тот же ВИЧ. Используется стандартная терапия нуклеозидные и ненуклеозидные ингибиторы, обратный транскриптаз и ингибитор протеаза. Некая сложность с тем, что протеазные ингибиторы, как правило, оказываются токсичны, обладают побочным действием, но, тем не менее, они могут применяться. И, наконец, еще одним, одной мишенью, прежде всего, это является неструктурный белок НС-5А. И это тоже было показано. Все другие стадии, они малоспецифичны. Потому что понятно, что можно пытаться блокировать эндецитоз и так далее. Но это малоэффективно. Из интересного, что одна из самых сильных групп в области вирусных гепатитов, гепатита С, показала активность орбидола как ингибитора клатринозависимого эндецитоза в наномолярных концентрациях. Это было показано или канадской, или североамериканской группой, не помню. Они добыли наш орбидол? Они добыли наш орбидол, да, и китайский. Но зато они показали вот этот самый механизм. Они не говорят о том, что это работает в клинике, но показали, что на клетках нашли действительно механизм. Четкий механизм. Клатринозависимый эндецитоз, то есть способ проникновения оболочечных вирусов. И, ну, например, заведующий лаборатории этот был, он был одним из вице-председателей одной из ежегодных гепатитных конференций. Он действительно ученый с очень большим именем. Но это направление не стало развиваться? По-моему, они для разных вирусов это показывали. Но это как вот у них одно из их направлений, но... Ну, то есть для лечения этого недостаточно? Для лечения нет, нужны клинические испытания. Ну, вот как забавный факт, он, тем не менее, остается и имеет право на существование. Теперь по созданию, по лечению, сложности лечения. Начало 2000-х годов показано, что можно лечить хронический гепатит С интерфероном. Интерфероном альфа. Единственное, это долго, это 48 недель, как правило, и разная есть чувствительность для разных генотипов. Было показано, что можно использовать не сам интерферон, а его пагилированное производное для того, чтобы были улучшены формакокинетические свойства. Полиэтиленгликольпы. Да, соответственно. И проблема очень долгая, очень большие побочные действия, гриппоподобное состояние при терапии. Многие пациенты не доходили до конца лечения, отказывались из-за побочного действия. Уставали просто. Уставали. Потому что когда у тебя после введения интерферона температура под 40 развивается, понятно, что ты будешь отказываться. И 48 недель, это сложно. И, наконец, очень большая неэффективность этого лечения. То есть в конце лечения оказывалось, что, например, в случае генотипа 1b, который есть у нас, процентов 30 всего лишь пациентов было излечено. Оказалось излечено. Потом достаточно быстро к ним добавили вот такой вот аналог нуклеозидный рибавирин, торговое название вирозол. И вот этой комбинацией смогли, например, для генотипа 1b, самого плохого для лечения, довести цифру до 40%. Окей. Вот это та схема, которая работала до 2011 года. В 2011 году добавились первые два препарата прямого действия, то есть которые направлены не на клетку, а на белки вируса. Это ингибиторы вот этого самого белка, протеазы НС3, телопривир и бацепривир. И здесь эффективность лечения достигла 70%. И главное, смогли сократить длительность. Для ряда генотипов это уже можно было 24 недели, для ряда генотипов 12 недель. И это уже значительное достижение. И в последующие несколько лет возникли самые разные препараты. И прежде всего это софосбувир, нуклеозидный аналог, ингибитор репликации, который катализирует НС5B. Вот этот самый, РНК-зависимый, РНК-полимераза. Это сделала компания Реймонда Шинази, маленькая компания Фармаса из Атланты. Компания изначально начиналась группой нуклеозидных химиков, к числу которых относится и Реймонда Шинази. Там же можно сказать, что был Кио Ватанабе, Кио Иши Ватанабе, который занимался активно созданием новых нуклеозидов в 70-80-е годы. И реально был одним из основоположников той молекулы, которая потом была утверждена. Потом эту компанию купила большая компания, не помню какая, но это было сделано за многие миллиарды долларов. И основу лечения составляет именно вот эта таблетка софосбувир. Наконец, существуют и другие нуклеозидные и ненуклеозидные аналоги, но главное всё равно составляется фосбувир. Дальше. Вот эти первые два протазных ингибитора, телопривир, бацепривир, сейчас уже тоже особо не используются. Появились более эффективные и менее токсичные их аналоги. Сибипривир, например, и так далее. И, наконец, был создан уникальный препарат, называется деклотосфир. Он ингибитор какой-то функции белка МС5А. Но он очень эффективный. Как правило, мы можем говорить об эффективности препарата в лабораторных системах, исходя из тех концентраций, в которых они работают. Плохие препараты работают в микромолярных концентрациях. Хорошие препараты в наномолярных, как в случае ВИЧа. Активность в клеточных системах лабораторных деклотосфира составляла в пикомолярных. То есть на три порядка выше лучших ВИЧовых препаратов. Кроме того, естественно, была проблема лекарственной устойчивости. Если его использовать, к нему вырабатывается лекарственная устойчивость. И он работает уже не в пика, а в наномолярных концентрациях. Очень страшно становится. То есть, тем не менее, он сохраняет эффективность. Наконец, какое сейчас состояние здесь, в этой области? При помощи разных комбинаций, без использования интерферона, можно излечивать вирус, излечивать болезнь. Ключевое отличие вируса гепатита С от гепатита В, что хронический гепатит С излечим полностью. Критерии излечения. Курс лечения и отсутствие вирусной РНК через полгода после окончания лечения. Если даже у пациента появляется потом вирусная РНК, то доказано, что это происходит просто новая реинфекция. Это ключевое отличие. При помощи этих препаратов можно вылечить любого пациента. Понятно, что есть проблема лекарственной устойчивости. Вирус обладает феноменальной вариабельностью. Например, первые попытки работы с индивидуальными вот этими препаратами в лабораторных системах были такие. Давали ингибитор, через неделю уровень вирусной РНК падал, через две недели сохранялся, через четыре недели возвращался заново. Было показано, что даже до начала терапии, ввиду его феноменальной вариабельности, существовали варианты с одной мутацией, двумя, даже тремя мутацией с лекарственной устойчивостью. Но использование разных комбинаций, нескольких, двух или трех препаратов, можно излечить. Тех пациентов, кого нельзя излечить первой комбинацией, можно использовать второй. Крайне единичных пациентов для второй можно использовать третий. Человек, которого я крайне уважаю, Франческо Негер, профессор, глава отделения гастроэнтерологии в клинике Женева, говорит, я не видел пациента, которого нельзя излечить. Второй ключевой параметр, что при помощи этих препаратов можно лечить не просто пациентов с хроническим гепатитом С, но и более сложных пациентов с коинфекцией. Например, ВИЧ, гепатит С, гепатит С, гепатит В. Это очень часто, потому что, например, как правило, все ВИЧ-инфицированные, которые получили ВИЧ-инфекцию через внутривенное введение наркотиков, они имеют гепатит С. Гепатит С гораздо более заразен. В-третьих, можно лечить пациента со многими вариантами цирроза. Можно их излечивать, и это важно. Четвертая позиция здесь, что сейчас можно... Вот эта терапия, она действительно продляет жизнь. Это очень стоит сейчас обсудить отдельно, потому что был очень неудачный Кохрановский обзор, который говорил, что излечение хронического гепатита С не влияет на срок жизни пациента. Это было лет пять назад, и все профильные ассоциации потом крайне возмутились, потому что вывод был сделан некорректно. Некорректно. Данный обзор рассматривал статьи, которые не смотрел на выживаемость пациентов, а смотрел на излечение полгода после. Понятно, что там нет продления жизни, если ты смотришь на... Просто нет этого параметра. Нету. А они сказали, а его нету, этого факта. И тем не менее, это был грандиозный скандал, так как мы привыкли доверять Кохрановским исследованиям. Вот здесь возникла эта проблема. Наконец, стоит сказать про вакцину, потому что, естественно, существует много попыток создать вакцину, профилактическую или терапевтическую, но, к сожалению, ни одна из них не привела к хорошим результатам. По-видимому, это связано с тем, что мы не можем сделать нормальные, например, нейтрализующие антитела, или антиген, который вызовет появление хороших нейтрализующих антител, ввиду того, что верион покрыт липидами, липопротеинами. Соответственно, он упакован, он закрыт, он экранирован. Поэтому вот это ограничение остаётся. Ну и кроме того, вот в эпоху прямых препаратов, действительно, уже нужда в ней, наверное, она отстаёт. Соответственно, про профилактическую вакцину сказали. И какое сейчас состояние? Вирус исследован. Уже известно все основные стадии жизненного цикла вируса. Неизвестно там определённые уже детали, в которых можно копаться. Что неизвестно? Стоит ли вообще исследовать дальше этот вирус? Да. Потому что вирус, несмотря на практическое, уже решение практических проблем, связанных с ним, вирус становится очень хорошей моделью для изучения других ранкосодержащих вирусов. И многие методы, которые отрабатываются, и многие явления в инфицированной клетке, их можно пытаться экстраполировать и на другие вирусы. Начиная от вируса ЗИКа и кончая новой коронавирусной инфекцией. Так что... Спасибо большое. Вот о новой коронавирусной инфекции я вас спрошу в нашей следующей заключающей рубрике по скриптам. Ну вот, воспользовавшись тем, что вы сегодня у нас в студии, я как раз хотела попросить вас рассказать о вашем вкладе в создание первого российского теста на антитела против SARS-CoV-2 вместе с коллегами. Там, на самом деле, очень большой коллектив авторов, коллеги из гематологического центра вместе с ними. Расскажите, какой бы вклад в вашей лаборатории. И как СКО, вы очень быстро это все сделали. Ну, по-моему. Ну, во всяком случае, в мае я уже сдала кровь на эти антитела. Ну, оно получилось весьма забавно, потому что для меня... Я очень плохо владею соцсетями, и открытием прошлого года для меня стало то, что в научной среде инструментом становится твиттер. И многие лаборатории, многие профессора на Западе владеют этим инструментом. Ну, извините, это тоже благодаря соцсетям мы сегодня записываем эту программу. Я очень редко чего-то пишу, кроме каких-то личных фотографий в Инстаграме. Но твиттер становится профессиональным инструментом. Вот это большое открытие. И многие лаборатории действительно имеют аккаунты и могут высказываться. Когда появилась новая инфекция в Китае, это стало понятно и в 20-х числах декабря прошлого года, и это стало активным предметом для обсуждения для вирусологов. И я просто помню, что было несколько вирусологов из США. Это прежде всего Флориан Крамер, это был Кен Оливер и другие представители, как Маунт-Синай, так и ряда других университетов. Многие из них занимались в основном вирусами гриппа, то есть тоже респираторными инфекциями. И они начали гадать и пытаться строить предположение, что это за вирус. Потому что объявлено было это, если я правильно помню, сразу после Нового года. Что это за вирус. Первые сообщения были под Новый год, я помню. Что это коронавирус? Ну вот в районе. Мне казалось, что сразу после. Но тогда еще были сообщения, типа он плохо передается от человека к человеку. Сразу ряд коллег сказал, что нет, эта проблема пойдет. И та же лаборатория Флориана Крамера встала на то, что мы должны сделать это вне наших интересов, непосредственно исследовательских у нас есть. Да, наши проекты связаны с вакцинами от гриппа, но нужно создавать инструменты для исследования. И лаборатория Крамера была первой, которая сделала ИФА-систему, систему иммуноферментного анализа для наличия антител на белок спайк. То есть белок, шип, к сожалению, мог бы взять свою другую презентажку. Да, хорошо. Соответственно, и показалось, что можно детектировать антитела. Они создали продуцент и так далее. И вклад Флориана Крамера состоял в том, что они стали и активно предлагать за бесплатно вот эту самую плазмиду для получения. Значит, изначально ген был получен из лаборатории Флориана Крамера. Вот эти плазмиды в тот момент, собственно говоря, как только он опубликовал, а у нас это есть, через два часа уже они нам сказали, что пошлют. Дальше. Лаборатория Ефимова. Ефимов, выпускник нашей аспирантуры, он был в аспирантуре в нашем институте, в лаборатории Недоспасова Сергея Артуровича, академика, занимающийся иммунологией. Сейчас это заведующий лабораторией в гематологическом центре. И он задал вопрос, а есть ли ген? Говорю, да, есть. Вот только что получили. Значит, соответственно, дальше разница ситуации. Мы, институт молекулярной биологии, относимся к Миноборнауке, Министерство науки высшего образования, они относятся к Минздраву. Министерство науки высшего образования сказало, слушайте, Собянина, соответственно, все ограничения, которые вводятся на людей 65+, матерей, детей до 14 лет, так далее. Вот у нас молодая лаборатория, там много матерей. Соответственно, у нас работало два человека. Только у Ефимова работало 20. Кроме того, они смогли отклонировать этот ген еще раз, чтобы иметь свой подобный конструкт. Они сделали свой подобный конструкт. Они смогли сделать промышленный способ получения этого белка, который давал большее количество. Оказалось, что у них есть технология, которую Флориан Крамер использовал, суспензионных клеток млекопитающих, чего у нас просто не было. Мы получали немножко его на коленке. Мы сделали лабораторный инструмент. И он вместе с такой площадкой ХЕМа смогли сделать сам набор. Мы пошли чуть-чуть по другому пути. С нами связалась группа из Федерального научно-клинического центра ФМБА, профессор Баклаушев, которых незадолго до этого, в начале апреля, перепрофилировали под ковидный центр. И у них стояла проблема поиска доноров плазмы. Соответственно, то, в чем мы участвовали, мы помогали со скринингом доноров плазмы и скринингом врачей. Вот нас мало, мы в основном в этом участвовали. Но все равно это очень быстро это было. Да, это удача. И 30 апреля нашу тест-систему утвердили. Естественно, заявитель был гематологический центр, который сделал основную часть работы вместе с нами. И в этот день были утверждены еще три системы от коллег. Это система из лаборатории Говоруна. Если я правильно понимаю, она основана на белке нуклеокапсида. Тест-система самой хемы, она сделала свою тест-систему. И еще одна, к сожалению, не помню чья. Но и потом сейчас уже существуют десятки подобных систем. Но все равно это было здорово и на хорошем уровне. Спасибо большое. Успехов вам, чтобы не отвлекались на пандемические исследования, продолжали свои фундаментальные. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.